Добрый вечер, уважаемые телезрители! У нас сегодня в гостях Вячеслав Ключицкий, спортивный обозреватель, журналист, сотрудник известного сайта UAFootball. Очень интересное количество материалов. В период коронавируса, если помните, мы выходили в онлайне с интересным материалом. Но сегодняшняя наша встреча посвящена юбилею. 35 лет тому назад состоялся легендарный матч, когда Черноморец играл с Мадридским Реалом. Мы помним и этот прекрасный состав Черноморца. Поименно можно каждого перечислить. Это все те ребята, которые отдавали все силы за Черноморец. То есть, собственно, этот состав Черноморца тогда называли чемпионом Москвы? Потому что они выиграли локомотивы, ЦСКА, торпеды? Чемпионами Москвы начали Черноморец называть с лета 78-го года. И в течение 80-х годов называли его не раз. Потому что Черноморец в 78-м году вкусил эту прелесть. Стал потом повторять это довольно часто, в 80-е. И даже, по-моему, в 91-м, последнем чемпионате Союза, тоже еще хлопнул дверью. Да, да, было такое. Итак, Черноморец, Реал. Ну, встреча начиналась... Первая встреча, это была 1-16 кубка УЕФА. Первая встреча была в Мадриде. Тяжелый был матч, но, в принципе, я так, судя по тем публикациям, которые в это время вышли, вот, Слава мне прислал вот эти вот публикации, я их себе распечатал, любопытные такие отчеты журналистские, что, в общем-то, на мадридскую публику Черноморец произвел впечатление. А ведь надо понимать, что вообще испанская публика, она очень изысканная. Вот для них вообще поход на футбол, это целый акт, это, так сказать, это событие. И они очень тонкие, искушенные ценители футбола испанцев. Не то слово. Испания вообще входит в пятерку ведущих футбольных стран Европы, мира. И, конечно, на тот матч, несмотря на имя Черноморец, которое, будем прямо говорить, мало было известно испанским болельщикам, все равно собралось приличное количество зрителей. И Сантьяго Бернабео стадион был заполнен. И как мне спустя какое-то время и даже спустя годы после этого матча вспоминали и рассказывали футболисты Черноморца, когда они вышли из-под трибунного помещения и увидели битком забитый стадион и как улей, у них, конечно, где-то прошла мысль, как бы нам отсюда уехать, чтобы не пропустить больше трех. Ну, конечно, у футболистов всегда это известно уже. После стартового свистка где-то сразу дрожит и мандраж проходит, успокаивается и все становится на места. Но, когда на первой минуте Черноморец пропустил гол, то покойный Виктор Евгеньевич Прокопенко мне впоследствии признавался, что, говорит, когда на первой минуте это произошло, то я подумал, сколько же мы сегодня выгребем. Ну, к счастью, все сложилось совершенно по-другому. И сложилось все так, что я спустя много лет с гордостью отмечаю тот факт, что Черноморец в том Еврокубковом сезоне был единственной командой из всех соперников Реала, который проиграл в Мадриде с минимальным счетом, с разницей в один мяч. И причем они забили ответный буквально через пять минут. Да, богат он на седьмой минуте, выйдя на замену, потому что он вышел на замену после того, как одного из наших игроков травмировали. Ну, Спицын был травмирован тогда. Да, и он тут же через минуту отличился. Ну, я скажу, что все остальные соперники Реала в том Еврокубковом сезоне получали в Мадриде по три-четыре, по пять голов. Но Черноморец скромно проиграл всего 2-1. Ну, тут надо отметить игру Гришкова, между прочим. Он тогда, кстати, произвел впечатление на мадридскую публику. Ну, больше Гришков произвел впечатление на бременскую публику, но в Мадриде он сыграл в силу своих возможностей. Ну, правда, первый гол был нелепый. Там трое человек бросились на Мадридца и, получается, так сказать, прозевали удар и в ближний угол, низом. Ну, чего не случается, когда, может быть, еще мандраж не у всех прошел. У нас, кстати, есть видео этих голов. Давай мы посмотрим их и прокомментируем. Вот. Ну, сейчас вот мы увидим. Извините, качество, конечно, не очень хорошее, потому что это старая-старая запись. То есть, вот мы сейчас получим, ну, такой вот удар. Да, такая какая-то, так сказать, немножко заварушка была у нас штрафной. И вот что интересно, побежал игрок Реала с мячом, как вроде бы это 95-я минута, чтобы отыграться еще. Вот, то есть, по этому моменту даже можно судить о том, что Реал был явно настроен в этом матче отгрузить по полной программе. Ну, видите, не удалось им этого сделать. Ну, да, ну, конечно, они... Вот, видите, трое человек на одного пошли и... Все, а там коридор образовался, да, и он положил в ближний угол, в правый. Вот, но... Виктор Евгеньевич был, кстати, разочарован этим моментом, что вот так вот немножко отошли от игровой дисциплины. Но я понимаю футболистов, они не могли отойти от игровой дисциплины, поскольку игра только началась. Они еще даже в нее не вошли. Ну, и так, хорошо, что этот быстрый голый ответ последовал Багапову. Нам забил Гордилья, и вот Багапов сейчас ответит. Вот сейчас он, посмотрите, какой прекрасный удар под перекладину. Кстати, могу сказать, что все 35 лет после этого матча не утихают споры, с какого расстояния пробил Багапов. И я, честно говоря, устал всем подсказывать, что не было никаких ни 30, ни 35, ни 40 метров, ни центра поля, как многие, как некоторые утверждают. Я вижу, что здесь где-то было, ну, 22 метра, да, 25, это так, да. И сам Багапов как-то в разговоре со мной сказал, когда я его спросил, говорю, ты забил там чуть ли не 40, он, какой 40? Говорит, мне все говорят об этом, что 40, да какой 40? Едва за что-то. И сейчас мы от Вальдана получаем, да. Там тоже такая небольшая заварушка была. Там, по-моему, Плоскина и Ковыч, да, они там между собой что-то не поделили. Это пространство, и ни одному, ни другому не удалось Вальдана заблокировать. И он так как-то под ними, между ними как-то пробил. Вот такой немножко несуразный гол. Во всяком случае, по этому моменту он нелогичный. И Гришков воскресил из-за ворота, в общем, как-то... Могли не пропустить. Да. 1-1 это вообще был бы подвиг. Да, потом по нулям дома. Да. Если сейчас все болельщики Черноморца, все болельщики Украины, кто в Еврокубках переживает, не переживал за нашей командой. Вот, кстати, наши болельщики на трибунах в Мадриде с флагами, видишь? Да. Даже это в кадр попало. Железный занавес уже был открыт. Ну, в общем, наверное... Полуоткрыт. Полуоткрыт, да. Всяком наши белосиние цвета там были на трибунах, присутствовали. Ну и концовочку посмотрим матча в Одесском. Голов не было забито. Но послушаем голос Евгения Майорова, комментатора. Тут же отправляет его рукой в центральный клуб Проскина, дает направо, на конечный, подача на линию штрафной площадки. Морозов пришел туда ногой, головой сбрасывает мяч под удар кому-либо из футболистов, но делает это не точно. Испанцы владеют мячом, они между центральной линией поля и своей штрафной площадью. Матчо отдает налево Гордилия, Гордилия Санчесу. И затем Проскина выбивает мяч из-под ноги из футболиста за боковую линию. Да, судя по табло, время матча уже истекло. Очевидно, арбитр добавил встречу. Добавил уже несколько минут в основном времени матча. 0-0, ничья. Мяч недалеко от угла штрафной площади Черноморца. Ласкес. Входит в штрафную Алиситов. Просрел вдоль ворот, не очень точно это делает. Испанский футболист, причем Вальдана. Игра перемещается уже на правый фланг. По-прежнему, чёт очень контролирует мяч из банки и футболисты. Будет подача. Да, подача штрафной площадь Черноморца. Мяч попадает в Ищика и уходит за линию ворот. Не торопясь направляется к угловой отметке Санчес. Затем передоверяет подачу углового, по-моему, Гордилья. Нет, устанавливается мяч на угловую отметку. Разыграли быстро мяч испанцы, Гордилья, Ласкина. И вот это время звучит листок арбитра. Матч окончен. Итак, Черноморец сыграл в ничью 0-0 с мадридским Ариалом. И испанцы продолжат борьбу в одной восьмой финала Роллыша Кубка УЕФА. А мы на этом заканчиваем нашу передачу, организованную главной редакцией спортивных программ телевидения и радио. Вел репортаж Евгений Майоров. Всего доброго. Причем по последним минутам было видно, да, как испанцы тянут время. Вот с этим угловым они менялись. То есть они как бы выстраждывали эту ничью. Хотя, опять же, мы выговорили только что грил о том, что эта команда достаточно крепкая. Ну, какой подбор был игроков, да. Санчес, Уго Санчес, Вальдана, Бутрогенья. Там, слава богу, там была команда вообще звезд была. Причем, ну, молодые они еще были эти футболисты, но они уже показывали классную игру. Ну, вот они приехали и поняли, что мы с Черноморцем будем играть осторожно. Ну, они приехали с одной задачей не пропустить свои ворота и где-то зацепить ничью. Вот. И они, по-моему, даже не скрывали в своих послематчевых комментариях свои цели в Одессе. Ну, а по кадрам, которые мы сейчас увидели, под прекрасные комментарии Евгения Майорова, было видно, как встали со скамейки тренеры и персонал Реала, и как нервничали, показывали арбитру жестами, что пора заканчивать. Но это уже говорит о том, что они явно переживали и отнеслись к Черноморцу достаточно серьезно. И что еще интересно, что я вот услышал сейчас, что сказал комментатор, что судья добавил к основному времени 2 минуты. И я сейчас немножко удивлен, потому что это было редкостью, больше чем там 30-40 секунд обычно не добавляли в то время. Я заметил, что в 94-м году на чемпионате мира в США впервые пошли вот эти компенсированные минуты, когда в левом углу, в верхнем углу экранчика всегда после 90-й минуты появлялась еще там циферка и были дополнительные. А тут добавил 2. То есть это еще лишний раз говорит о том, насколько был матч напряженный и интересный. И что может быть, не знаю, может быть судья добавлял, что Брел забил, не знаю. Мне очень повезло в свое время, не могу мне рассказать об этом. Если помнишь, у нас был вот такой детский юношка спортивная школа, которая называлась Реал. Это вот напротив Молодой гвардии, где кемпинг был, да, там построили несколько стадионов, все мальчишки из поселка Котовского там тренировались. Они вот просто, они были фанатами Реала. Так команда во второй лиге была, да? Да, ну потом уже команда, а они начинали с детей. И самое интересное, что они написали, один из наших одесситов, кстати, которых бывших не бывает, он в Испании уже давно живет, уже лет 20, наверное, вот, он входит в состав руководства фан-клуба Реал Мадрид, между прочим. И вот они через него вышли на Реал, отправили письма, что вот мы создали такой фан-клуб, мы, но нам от вас ничего, обычно что пишут, там, пришлите нам футболочки, там, какие-то там зачечки. Нам от вас ничего не надо, просто знайте, что мы есть. Те говорят, как это ничего нет? А как раз они приехали, я не помню, какой это был год, но это лет 15, наверное, назад, если не больше, когда они приезжали в Киев, играли с киевским Динамо, Мадридский Реал. Бутрогения был уже в составе спортивной дирекции, вот. Роберто Карлос сыграл. Это в 99-м. 99-й, ага, ну, видишь, кровет футбола, все знаешь, все помнишь. Вот, и они пригласили, значит, вот руководство этого клуба, тренеры, ну, и меня с оператором они тоже пригласили, поскольку мы контактировали с этим клубом. Мы приехали туда, нас спустили в гостиницу, вот, и там в холле гостиницы разрешили брать интервью. Вот, мы у Флорентина Лопеса брали интервью, вот, с Роберто Карлосом я поговорил, с Бутрогения, и, вот, честно, я не помню, у них был тренер тогда, это бывший вратарь Реала, который вот в этих матчах стоял в воротах. Ну, это, видимо, он был в тренерском штабе, но не главный тренер. Нет, он, а может быть, в тренерском штабе. Ну, нам его как тренера привели, да. Однозначно. И он вспоминал вот этот матч, вот, и Бутрогения вспоминал, и он говорит, а вы знаете, что вот этого тренера, которого вы брали, он вообще был вратарем вот на той игре, у него после поездки в Одессу появилась такая кличка «Одесский кот», потому что он прыгал и ловил все. И вот его несколько лет потом называли, у него просто была такая кличка «Одесский кот». То есть Реал запомнил «Черноморец» хорошо. Ну, было что ловить, момент имели и Олег Морозов, и Саша Щербаков, и Виктор Пасулько, но, к сожалению, не удалось забить, хотя мяч даже и в Перегладину попадал, и стадион просто был в шоке. В одном шаге были от того, чтобы сделать историческую победу и выход в следующий этап. Я думаю, надо перечислить именно всех ребят, которые играли тогда, да, вот в воротах стоял Гришко, Романчук, Овач, Ищак, Плоскина. Ищак сколько перехватывал, да, вот мячей, сколько перекусывал их передач. Наконечный играл тогда еще в Одессе, потом его у нас забрали. Ну, вот Спицы на пятой минуте травмировали, к сожалению, Богапа вышел, Щербаков, Хлус вышел на замену Щербакову на третьей седьмой минуте, Пасулько, Юрченко, Морозов. Вот, а у них играли, а Чатарена в воротах на минуточку. А, так это вот Ачатарена, Ченда, Кармачо, Масседо, Санчес, Гордилья, Бутрогения, Митчелл, Уго, Санчес, Гальего, вместо которого Сантильяна вышел, и Вальдано. То есть, такой звездный состав, но наш состав, я уверен, так сказать, не хуже. Мне вот очень нравится вот эта заметка, которую ты мне прислал, это Чихуолис такой, да, собственно, корреспондент АПН, специально для советского спорта, написал вот такую заметку, статью, вот после того, как наши сыграли, знаете, и туда он озаглавил, и стадион оторопел. То есть, испанцы оторопели после того, как увидели, так сказать, наших ребят. Да, ну как не оторопеть, какая-то малознакомая для Мадрида команда приехала и оказала сопротивление, показала зубы, показала игру, слаженную, четкую, без особой суеты, все, все, как должно было быть для советского спортсмена. Да. И вот я смотрю, у тебя вот на столике лежит вот эта уникальная программка этого матча, да? Это программка из Мадрида, тогда программки делали, ну не такие, как у нас там на четыре странички или на две, тогда это было в виде книжечки и весь стадион Сантьяго Бернабеу на обложке. 75 тысячный, между прочим, причем он был забит полностью. И это солидное издание. Я уже на тот момент собирал юрокубковые программки советских команд, и можете представить, с каким наслаждением и радостью я получил эту программку себе в коллекцию. Ну, самое интересное, точно уже не вспомню, от кого она мне досталась. Я тогда переписывался с такими же коллекционерами всего Советского Союза, кто собирал футбольные материалы. И помню, что несколько человек, таких же собирателей именно еврокубковых матчей, писали, что у них эта программка есть, и даже у кого-то была в обмене, возможно, кто-то с кем-то и обменялся. Но сейчас она уже стоит очень приличных денег. У меня 35 лет прошло, больше третий век. А вторая вот эта программочка, это уже Одесского матча. Вторая программка, я скажу, что на Вердер вышла подобная программка, книжечка. Вот мы сейчас видим в кадре крупные. Не часто Черноморец, вернее, не часто на стадионе ЧМП выпускали программки, чтобы были книжечкой и состояли из, сейчас скажу сколько, из 16 страниц. Да, абсолютно. Ну, если бы на Вердер такая не вышла, я бы подумал, что в Одессе решили не отставать от типографии, которая делает программки Реала, и сделали такую. Но это не так. И у нас есть еще несколько фотографий, давайте посмотрим их, наших игроков перед матчем, как они выходили на поле. Ну, это вот во время, какой-то эпизод, да, во время игры. Вообще, как-то, по-моему, Валентин Ковач был. Это команда целиком перед началом матча в Мадриде. Можно обратить внимание, как с годами меняется футбольная форма, да, вот мода. Да, но мне, кстати, та форма очень нравилась. Она такая приятная, настоящая одесская форма. А это был фрагмент черно-белой фотографии из одесского матча, когда футболисты выходят на поле Центрального стадиона ЧМП. Я еще вот о какой дате хотел напомнить. Дело в том, что вот несколько дней тому назад мы отмечали 100-летие Анатолия Федоровича Зубрицкого. Это вратарь, тренер черноморца и провел около 35 матчей чемпионата Советского Союза. Ну, в 2020 году родился. Он был старшим тренером в 1959-1962 год, 1971-1973 и 1977-1979. И он, Черноморец, под его руководством в 1961-м стал, он победил в классе Б, вот, ну, стал заслуженным тренером Украины. Был директором с Дюшер Черноморец с 1979-го по 2005-й год. Ну, собственно, практически до смерти своей 2005-м он ушел. Вот, открыт на, знаете, что есть аллея славы у нас, аллея футбольных звезд. Вот такая звезда, посвященная Зубрицкому, была открыта в 2012-м году у нас, то есть одному из первых. Ну, и сегодня школа с Дюшер Черноморец носит его имя, Анатолия Зубрицкого. Тоже, в общем, такой, такая хорошая память о, так сказать, былых, былой славе, былом величии черноморца. Это личность, личность. Я скажу, что именно при Зубрицком, когда он возглавил в третий раз в Черноморец в 1977-м году, я и стал болеть за Черноморец, стал любить футбол, можно сказать, заболел футболом. И помню, как я, мне было 10-11 лет, и я специально садился на 29-й трамвай, который ехал в Черноморку, и выходил на 11-й станции Черноморской тогда еще дороги, и шел на базу Черноморца, чтобы поглазеть, посмотреть на своих кумиров. И помню, как я проходил мимо базы, она была обнесена железной сеткой, было все видно. И я иду и вижу полейки базы, идет в спортивном костюме Анатолий Федорович. Я остановился, у меня затаилось дыхание, я посмотрел, увидел самого Зубрицкого вблизи, а потом уже, когда смотрел тренировку, то для меня это было что-то. Так что Зубрицкий у меня вот таким образом запечатлелся. У меня, к сожалению, как-то судьба не пересекала с ним, но вот на вот этой старой нашей базе, вот, мне довелось брать интервью Виктора Евгеньевича Прокопенко, нас туда даже пустили, причем мы тут долго согласовывали этот вопрос, потому что там есть свои какие-то забубоны, чтобы так особо на базу, на стадион приходите, там, может быть, какое-то после матча в интервью дадим. Но на базу нас пустили, он принял, и мы так достаточно долго беседовали. Но тогда все это на ВИЧС снималось, к сожалению, ничего не сохранилось. Цифры тогда не было, тогда, конечно, очень жалко. Ну и если, говорю, у нас две минутки буквально остается, к сожалению, вот последняя информация из, так сказать, страна нашего черноморца сегодняшнего, к сожалению, уже, так сказать, заболело большое количество игроков. Вот по моим данным, 17 человек уже заболели коронавирусом. Ну, они вот в предыдущую игру ездили, было 8 заболевших, да, и как-то они, 13 человек в заявке было, да, два запасных, вратарь и один полевой игрок. Вот, но этот матч, который вот в среду, он уже не состоится, потому что заболели ребята, к сожалению. Вот, но с приходом нового тренера, да, Сергея Ковалец, по-моему, в тех же ребят, которые играли, они играли за Ю-19, я их помню, там, и за Ю-21, за дубль. Вот, он в них вдохнул какую-то новую жизнь. То есть, ребята начали показывать совершенно скотиной футбол. Можно, я не хочу никого обижать, можно им по именам просто перечислять вот наших воспитанников черноморца, да, набрали еще хороших игроков. И вот эта молодежь еще тоже, ребята, 19-20 лет, они играют, и причем показывают хороший футбол. Сейчас в лидерах стучим по дереву, вот, дай бог, ну, я боюсь, что, может быть, и последний матч, который должен был быть вот в этом году, 30-го числа, скорее всего, тоже не состоится. По моей информации, точно оба матча не состоятся, и Черноморец ушел в отпуск. Вот, ну, будем надеяться, что ребята выздоровеют, вот, до возобновления чемпионата уже весной, и, конечно, будем болеть, потому что наше место выше лиги, я так понимаю. Надо сделать все, чтобы не упустить такой шанс. Черноморец давно не был на первом месте, и надо сделать все, чтобы по весне сохранить позиции, и, ну, не опуститься ниже третьего места, это как минимум, но обычно все, кто хочет вернуться или войти в класс сильнейший, все хотят с первого места. Я Черноморцу желаю именно с первого места туда и вернуться. Ну, судя по игре, просто, которую ребята показывают, и судя вот по, так сказать, тренерской мотивации, по тренерской мысли, которую мы видим на поле, вот, ребята показывают очень достойный футбол. Дай бог, чтобы это было в будущем году, и будем держать кулаки, так сказать, за наш родной Черноморец. Вячеслав Ключевский был сегодня у нас в гостях. Спасибо огромное, футбольный обозреватель. Будем читать, продолжать ваши материалы на ЮАФутбол. Ну, вот, приглашать к нам в студию. Спасибо и вам. Ну, и Черноморец, мы за тебя всегда болеем.